Тему пандемии подробнее обсудим с врачом-инфекционистом Полиной Кжендицей. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, в Азербайджане наблюдается относительно спокойная ситуация. В связи с пандемией скачка зараженных нет. В отличие от ряда европейских стран, где широко распространен уже омикрон, штамм коронавируса. Стоит ли опасаться появления в нашей стране нового штамма коронавируса? Это неизбежный процесс. Безусловно, и в нашей стране появится омикрон и будет распространяться так же, как и в других европейских странах. Есть определенные новости, которые дают возможность позитивно мыслить о развитии событий, связанных с коронавирусной инфекцией не только в Азербайджане, но и глобально во всем мире. В России министерство здравоохранения ЮАР подтвердило, что уровень госпитализации при заболевании омикрон меньше в 11 раз по сравнению с дельта и дельта плюсом. И всего лишь из 60 заболевших один будет госпитализирован. Да, а вот еще есть такая информация, что возможно эта мутация коронавируса, она станет последней и таким образом пандемия закончится. Возможно ли это? Смотрите, есть определенный эволюционный процесс в жизни вируса. Как мы видим, вирус эволюционирует, он мутирует и, к сожалению, мутирует непредсказуемо. Если раньше при появлении штамма из Ухани мы надеялись на то, что следующий предшественник, следующий, скажем так, вид штамма будет менее заразен, он будет более адаптирован к организму, меньше наносить вреда, к сожалению, произошло наоборот. С каждым видом мутации степень воздействия на организм увеличивался. Мы видели штамм британский, видели штамм дельта, видели дельта-штамм, который вот сейчас активно вытеснил всех своих, скажем так, предшественников и собратьев и, скажем, доминирует в данный момент у нас в Азербайджане. Но произошла следующая мутация и омикрон оказался более, скажем так, доминирующий по сравнению со всеми существующими штаммами в ЮАР и в одной из провинций полностью вытеснил все существующие штаммы. То есть в одной из провинций 90% из зараженных были заражены омикроном. Сейчас, скорее всего, в Азербайджане появится омикрон, он тоже вытеснит всех своих предшественников и, скажем так, будем ждать, какой тип вреда он будет наносить организму. Но те перспективы, которые озвучены были ранее мною, они как бы дают возможность нам прийти к тому мнению, что наступает переломный процесс в течение вообще всеобщей пандемии. Что омикрон может оказаться новым этапом отчета существования и жизни этого вируса. Что будет дальше? Какие будут дальше мутации? Какие будут степени воздействия на организм? Потому что существующий нынче дельте-штамм на территории Азербайджана, он поменял свой механизм и эффект действия на организм. Если раньше мы видели активные тромбозы, если раньше мы видели активные, скажем так, тромбоэмболические осложнения, сейчас мы видим активные геморрагии. То есть вирус адаптировался настолько, что поменял патогенез самого заболевания при дельта-плюс-штамме. Что нас ждет при омикроне? Несмотря на то, что госпитализация будет меньше, какой индекс контагиозности? Какие основные симптомы не только в догоспитальном периоде, но и в госпитальном и постгоспитальном периоде? Это покажет время. Будем наблюдать, будем с вами диспутировать на эту тему дальше. Ну и хотелось бы задать вам еще такой вопрос. Приближаются праздники. Какой совет вы можете дать гражданам, чтобы уменьшить риски заразиться коронавирусом? Все-таки в празднике люди стараются видеться со всеми своими близкими и так далее. Ну, во-первых, стоит не забывать о вакцинации. Если вы планируете посетить, скажем, своих родственников, близких и знакомых, то невакцинированным людям лучше воздержаться от, скажем так, данных посещений. Безусловно, не нужно забывать про все существующие правила. Правила, они говорятся уже очень банально, но, к сожалению, это единственное то, что может защитить. Это использование антисептиков, масочный режим при посещении мест активного скапливания людей. Я бы посоветовала, безусловно, активно вакцинироваться, делать бустерные дозы. К сожалению, все еще велик риск воздействия антиваксеров, то есть тех людей, которые пропагандируют, скажем так, активную невакцинацию и вреде вакцины. То есть не стоит поддаваться на абсолютно необоснованные заявления этих людей. И берегите себя, чаще проверяйтесь у специалистов при наличии тех или иных заболеваний. Сейчас здоровый образ жизни и, скажем так, те чекапы, о которых раньше только мы слышали, как-то наблюдали, сейчас они очень активно внедряются в жизнь и должны быть использованы большей частью населения. Особенно, повторюсь, в пациентах с сопутствующими заболеваниями. И не стоит забывать о том, что вакцинация прежде всего показана пациентам с высокими рисками. Это с сопутствующими заболеваниями. Большое спасибо. Надеюсь, наши граждане к вам обязательно прислушаются. А я напомню о ситуации в связи с пандемией. Мы говорили с Полиной Гжендицей, врачом-инфекционистом.